Дорогие друзья, привет всем из города Нальчик, Кабардино-Балкария. Третий новостной ролик мы запишем здесь. Наберитесь терпения. У нас 16 пунктов новостей. Новостной ролик юбилейный, приурочен к 100-тысячелетию, хотел сказать. К 100-тысячному подписчику на нашем канале. Итак. Кажется, мы готовы открыть новый фронт, и он называется ТикТок. У нас есть уже страничка на ТикТоке, но там пока почти ничего нет. Нет ни подписчиков, ни видосов, кроме трех, которые никуда не взлетели. Но вот появился человек, его зовут Эльмир, он сказал, что ничего, мы над этим поработаем. Соответственно, вот здесь внизу указания на этот ТикТок. Вы можете зайти и посмотреть. Правда, один ролик немножко неприличный там. Ну, собственно, в ТикТокский формат он предполагает некую фривольность. Вот. Так что подписывайтесь, скоро начнем его развивать. Ну, если получится, то разобьем. У нас часто выходят подкасты, коллабы, беседы с разными интересными людьми, с моей точки зрения, часто интересными и с вашей. И очень часто в комментариях пишут, Алексей, как же так? Таймкоды, нам нужны таймкоды. Я считаю это потребительским отношением. Если вы хотите таймкоды, сделайте их. Поэтому я в будущем прошу комментировать эти ролики по-другому. А именно, дорогой Алексей, я тот самый человек, который первым готов сделать таймкоды к этому ролику. И я за это берусь. После чего человек, значит, застолбив это место, ну, чтобы несколько человек одновременно это не делали, да, кто-то первый пишет в комментариях, я берусь за таймкоды. И сделаю их, например, пишет он, за два дня. Взялся за куш, не говори, что не идешь, через два дня жду от вас таймкоды. Вот так прекрасно мы решим с вами проблему таймкодов. Я хочу призвать всех, кто со мной общается из органов государственной власти, к грамотности в русском языке. Но давайте ценить наш язык. Наш язык действительно величайшее достояние наших предков. Давайте его любить, уважать и пользоваться им правильно. О великий, могучий, правдивый, свободный русский язык! Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома! Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу! Хватит о плохом, поэтому номер четыре я пропускаю. Номер четыре должен был быть посвящен выборам в Америке, теореме Эру, какие будут перспективы. Но что-то мне не хочется об этом даже говорить, поэтому мы сразу переходим к пункту пять. Пункт пять – это приглашение всех на второе интервью с отцом Андреем Ткачевым. Кто не заметил, мы тут где-то в соцсетях его рекламировали, и очень интересная получилась беседа у нас с отцом Андреем про перспективы перенаселения или, наоборот, недонаселения Земли, а также много-много других пунктов. Вот здесь ссылочка, а заодно там же ссылочка на первую нашу беседу, которая произошла около года назад. А первая беседа называлась «Познание творца через математику» или «О творце через математику». Вот так. Приглашаю на интервью, которое я дал «Радио Звезда». Те, кто не успели, пошут его в прямом эфире, заходите вот сюда и смотрите в записи. По-моему, получилось прикольно, очень жалко, что никто не смотрит. Очень мало просмотров. Создавайте просмотры «Радио Звезде». Стрим с комиком Владимиром Бухаровым тоже удался просто на славу. Заходите и смотрите его. Володя – классный парень. Мне очень нравится. Он понравился и в общении личном, такой простой, непринужденный. Так что, прошу любить и жаловать Володю. Вот, заходите и смотрите на нашу беседу. Очередной разговор с Бояршиновым! Ха-ха-ха! Вот тут как раз вы и прочтете про пункт 4, про Трампа, Байдена и вокруг. Так что, приглашаю сюда. Математика для всех. Когда-то мы на Курсеру записали замечательный курс «Математика для всех», который был просто реально с нулевого уровня. Его могли слушать все поголовно. А слушает всего 35 тысяч человек. Мне просто, блин, обидно. Давайте сделаем, чтобы миллион человек просмотрел «Математику для всех» на Курсере. Подписывайтесь, давайте друзьям, давайте гуманитариям, которые говорят, что вообще ничего математики не понимают и видеть ее не хотят. Давайте всем, слесарям, дворникам, таксистам, все должны посмотреть «Математику для всех». Вот это реально курс для всех подряд. Записывайтесь и проходите мой курс по теории игр. А вот здесь пригласительный ролик, который как раз внизу в описании к этому ролику, как раз указание, где находится курс. Но я хочу пригласить вас к самому ролику. Мне кажется, что он офигенный. Снимал его не я, я бы не стал себя хвалить. Снимали друзья, но я там играю главную роль. Это прям кино. Вот, заходите вот сюда и смотрите этот ролик. Генрих, мой друг из вышки, Генрих Иозович Пеникас, проводит всероссийские семинары по экономике и финансам. Первый вот только что прошел совсем недавно, 11 ноября. А второй будет 16 ноября и произойдет он из Майкопа, из республики Адыгея. И тем самым он как бы каждый раз, когда он проходит в каком-то месте, он как бы создает рекламу этому месту. И вот замечательно, что Генрих согласился создать рекламу нашему родному Кавказу, в данном случае в лице Майкопа. Так что 16 декабря вот по этой ссылке регистрируйтесь и приходите на второй всероссийский семинар по экономике и финансам. Не менее горячо я всем вам рекомендую участие в Олимпиаде Лобачевского, которая произойдет в Казани, к сожалению онлайн в этом году. Ну блин, коронавирус, да, все боятся. Но тем не менее записывайтесь сюда, команду регистрируйте, побеждайте на Олимпиаде Лобачевского. 13. Я задолбался сам высылать книгу «Математика для гуманитариев». Это прекрасно, что ее так много народу хочет получить из моих рук с личной подписью. Я ценю это, честные слова, но больше не могу. Поэтому этим будет заниматься теперь Ваня Селиванов, мой хороший друг и помощник. И он же все вам объяснит, что и как делается. На самом деле вам просто нужно заполнить форму, вот эту форму, которая здесь по ссылке в пункте 13. И вы получите через некоторое время, получите книгу с моей подписью. Конечно, некоторое время пройдет, потому что он должен подвести книгу, я подписать, там он найти день, когда он кучу книг пошлет одновременно на почте. Но в течение месяца обычно это будет приходить. С целью привлечения русскоязычных слушателей из национальных республик России, а также из ряда соседних и дружественных стран, я читаю как Путин по листочку, я записал 9 обращений на незнакомых мне языках. Не бойтесь, я не полиглот, я попугай. Я сейчас открою вам тайну, как это делалось. А вы посмотрите в описании, как получилось. Заодно вы дадите определенную рекламу не этому моему каналу, а второму моему каналу, на котором, если мы его будем распространять, как-то будет и политика и всякий другой спор, скажем так. В общем, будет много интересного вне математики и науки. А записывали ролики мы так. На экране камеры, которая меня записывала, шел титрами текст, который я должен зачитать в русской транслитерации. Открываю все секреты. Я не заучивал наизусть тексты на еврите, лизгинском, армянском, карачаевском, черкесском, кабардинском, балкарском. Ну тут из этих последних четырех на самом деле два. Адыгейском, это тоже примерно кабардинский и черкесский. Татарском, белорусском и украинском. Из того, что я наговорил, понимаю, я только на белорусском и украинском, что я сказал. В остальных случаях я просто прочел по экрану. Вот вам отгадка и посмотрите, как это выглядит обязательно. Потому что, по-моему, это вышло довольно прикольно. И, наконец, номер 15, но это, конечно, я не знаю, я не надеюсь на успех, но если у кого-то из вас, из наших 100 тысяч подписчиков, есть прямой выход на Хабиба Нурмагомедова, у меня к нему есть письмо, которое я хочу ему передать. Пожалуйста, помогите это сделать. Я буду премного благодарен. Математика должна жить и распространяться. И, в том числе, у меня надежда на супер популярных людей, что они мне в этом помогут. На этом пока все. До следующего новостного ролика. Всем Маткульт привет! Дорогие друзья, классная доска, правда? Так вот, огромное спасибо всем, кто стал нашими патронами, ибо эта доска снимается на средства Патреона. А те, кто еще не стал, мы всех приглашаем встать. Записывайтесь на Патреон. Патреон.